Здравствуйте! С вами информационный обзор климатических событий в мире. В текущем выпуске мы увидим «Гольфстрим как природный почтовый сервис», климатический обзор за неделю, человечность и забота, обнаруженные полицейскими на улицах Ванкувера. Проявлять заботу – это доступно каждому. В XIX веке американский океанограф Мэтью Мори написал о Гольфстриме следующее «Есть в океане река, не меляющая ни в какую засуху, не выходящая из берегов своих ни при каком наводнении. Берега у нее и дно состоят из холодной воды, между тем, как ее собственные струи – теплые. Исток ее в Мексиканском заливе, а устье – в полярных морях. Это Гольфстрим. На свете нет другого водного потока, который поспорил бы с ним великолепие и громадности. Он течет быстрее Миссисипи и Амазонки и в тысячу раз превосходит их своим объемом. Первая карта течения была составлена в 1770 году, хотя европейская история узнала в 1492 году о Гольфстриме от Христофора Колумба. Затем, через 20 лет, испанский конкистадор Понседе Леон заметил странную аномалию у берегов Флориды. Судно при попутном ветре и под всеми парусами двигалось в обратном направлении. Понадобились многие годы, чтобы понять, что мощное течение Гольфстрим помогает быстрее вернуться морякам назад в Европу, тогда как маршрут в Америку необходимо прокладывать южнее. Теплое течение может ослабевать, замедляя свой ход и уменьшая теплоотдачу, вызывая тем самым длительное похолодание на большей части планеты. Гольфстрим и его продолжение, Канарское и Североатлантическое течение, несколько веков служили бутылочной почтой, доставляющей послание к берегам Великобритании. Это так называемая почта Нептуна. С XVI века даже была учреждена придворная должность королевского откупорщика океанских бутылок. Все найденные бутылки с записками полагалось сдавать, не раскрывая. Первый год появления должности было вскрыто 52 бутылки. Конечно, это не самый надёжный вид связи. Порой такие послания доставлялись течением в течение нескольких годов, а то и веков. Течение Гольфстрим хранит множество загадок. Если вам известны ещё какие-либо интересные сведения о нём, пишите об этом, пожалуйста, в комментариях. 21 октября. Аргентина. В городе Пасадос, провинции Миссионес, возник паводок. США. Около городов Норман и Семенуал в штате Оклахома прошли торнадо. Ирландия. На страну обрушился в нетропический циклон Брайан. Без света остались 20 тысяч человек. Кения. Из-за паводка на реке Лагер в районе города Лакичар пострадало 44 человека. Меланезия. На Соломоновых островах произошло извержение вулкана Тинакула, в результате которого пепел выпал на соседних островах в радиусе до 50 км. Сам остров покрылся толстым слоем пепла. На близлежащих островах загрязнены источники питьевой воды. С островом Нупани пропала связь. Индонезия. В округах Бандунг и Маджаленгка шквальный ветер повредил 110 домов. В течение дня на планете было зафиксировано 350 землетрясений. Из них 50 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,5. 22 октября. Япония. Тайфун Ланг, принёсший проливные дожди, привёл к снегопадам и затоплениям в центральной части страны. Пострадали 81 тысяча человек. В связи с угрозой выхода из берегов реки Абукума из префектуры Фукусима эвакуированы 919 жителей. США. В районе города Паскагула, штата Миссисипи, пронеслось торнадо. В городе Тиламук, штата Орегон, вследствие шторма возник паводок. Италия. Пожар охватил долину Вальд-де-Суза в области Пьемонт. Эвакуированы 50 человек. ЮАР. В городе Секунда, провинции Мпумаланга, пронёсся разрушительный шквал. Колумбия. В регионе Ураба, департамента Антёкия, в результате паводка пострадало 800 семей. Индия. В штатах Арисса и Трипура в результате паводков пострадало более 5000 жителей. Норвегия. Проливные дожди вызвали наводнения на юге страны. Франция. На севере острова Корсика возникли лесные пожары. Бразилия. В муниципалитете Рондонополис, штата Мату-Гросу-Дусу, в результате грозы с порывами ветра до 30 метров в секунду, разрушены здания. 50 тысяч жителей остались без электроэнергии. Индонезия. В городе Бекаси торнадо повредил 20 домов. Кения. В результате наводнения в городе Исиола эвакуированы 1500 человек. В течение дня на планете было зафиксировано 263 землетрясения. Из них 40 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,8. Северная Каролина. В городе Бун, штата Северная Каролина, возник паводок. По штатах Виргиния, Южная и Северная Каролина прошла серия торнадо. Повреждены десятки домов. В течение дня на планете было зафиксировано 350 землетрясений. Из них 69 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 6. Когда в районе с высоким уровнем преступности города Ванкувер в Канаде участились нападения на инвалидов в колясках, полицейские разработали план защиты под названием «Инвалидное кресло». В течение пяти дней доблестный страж порядка изображал парализованного инвалида в коляске, не способного удержать в руках мелочь. К удивлению участников операции, никто не собирался грабить его ни днем, ни ночью. Наоборот, прохожие подходили, предлагая свою помощь или выражая сочувствие. Одни поднимали упавшую мелочь, иногда делясь своими деньгами, другие помогали застегнуть молнию на сумке. В департаменте полиции были приятно удивлены такой добротой граждан, которую не ожидали встретить даже в самых благополучных районах города. Как говорится в книге Анастасии Новых «Сенсей Исконный Шамбалы», часть 4. «Злейший враг для человека – он сам, а точнее, его животное начало. С ним не поборешься обычными способами, ибо чем больше будет противостояния, тем сильнее будет и агрессия со стороны животного, поскольку ты вкладываешь в этот конфликт свое внимание. Победить его можно лишь своим нежеланием поддаваться на провокации и соблазны животного начала, а также сосредоточением на духовном, полезном для души. И вот тогда, когда ты займешь такую внутреннюю позицию и искренне будешь ей следовать, тогда и во внешнем мире у тебя не будет врагов, а жизнь превратится в увлекательную игру. Стань человеком здесь и сейчас, в этом эгоистичном материальном мире. Будь подобен лотосу, который произрастает из грязи болота, приобретая идеальную чистоту. Ты же человек, и в тебе есть его зерно». 24 октября. США. Мощный шторм обрушился на остров Мауи, оставив 150 тысяч человек без электроэнергии. Аргентина. В городе Фелисиано в парке Сан-Хосе возник световой столб. В течение дня на планете было зафиксировано 296 землетрясений. Из них 40 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 6,4. 25 октября. Россия. Лесные пожары возникли в Хабаровском крае. В Карагинском районе Камчатского края затопило поселок Ивашка. В Тюменской области прошел обильный снегопад. За сутки выпала полумесячная норма осадков. Болгария. В Бургасской области в результате наводнения пострадали 4 человека. Греция. В регионе Ханья на острове Крит проливные дожди вызвали подтопление. США. В штате Калифорния возникла аномальная жара. Канада. В провинции Британская Колумбия из-за обильного снегопада обесточены тысячи домов. Бразилия. В штате Парана прошла гроза с порывами ветра до 22 метров в секунду, оставившая 20 тысяч жителей без электричества. Мексика. В муниципалитете Лара-Инсар обильные дожди привели к сходу оползня. Пострадали 5 человек. В стране возникла аномальная жара. Австралия. В штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс прошла гроза с порывами ветра до 25 метров в секунду. Местами возникли наводнения. В течение дня на планете было зафиксировано 325 землетрясений. Из них 45 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,4. Пусть вас объединяет что-то большее, чем вещи. Надо только немного доброты. Сделать кому-нибудь приятное. Сотворить какое-либо доброе дело. Пока не закончился этот день, у вас есть шанс сделать это. Доброта. Язык, который могут слышать глухие и видеть слепые. Не замерзайте душами. Я позволяю добру окружать себя. Я принимаю добро. Я отдаю добро. Всегда будьте на стороне света. Антоний Сурожский. 27 октября. Никарагуа. В результате наводнения пострадали 2700 семей. США. В северной части штата Мичиган пронеслась буря с порывами ветра до 34 метров в секунду, вызвавшая 7-метровые волны, что привело к затоплению побережья и эрозии пляжей. В течение дня на планете было зафиксировано 350 землетрясений. Из них 40 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,4. В течение недели крупный аномальный град прошел в нескольких городах и странах. За прошедшую неделю первый снег выпал в нескольких населенных пунктах. На протяжении недели в стадии извержения находилось 36 вулканов. В течение недели произошло 618 землетрясений в радиусе до 20 километров от действующих вулканов и на глубине, не превышающей 20 километров. Наиболее активными были вулканы Гримснес и Тьоренс в Исландии, а также гора Мамот в Калифорнии. Также произошло 23 землетрясения в 20 километрах от кальдеры Йеллоустоун с максимальной магнитудой 2,5. Всего за неделю более 2,5 тысяч человек стали климатическими беженцами. В мире все больше людей стремятся сделать что-то хорошее. И с каждым днем люди приумножают радость вокруг, реализуя добрые поступки, привнося все больше света и тепла в окружающий мир. Каждый из нас может сделать очень многое. Замечательный пример человечности и заботы о людях показывает Дарина Краснова. Вместе с другими неравнодушными девушками она организовала помощь домам престарелых, детским домам, а также в индивидуальном порядке малоимущим семьям. У их организации нет фонда, нет названия, а есть большое желание помогать. Выбирается область, а затем и учреждение. Для начала девушки знакомятся с директором, персоналом, с детьми, с пожилыми людьми, которые там работают или живут. Спрашивают, чем они могут быть полезны. Таким образом, они собирают список необходимого и в следующий раз приводят это. Не обязательно быть финансово обеспеченным, чтобы помогать. Достаточно просто приехать в дом престарелых, поговорить с бабушкой, проявить заботу о ней. Это будет уже большая помощь и поддержка. Можно отдать свои старые вещи, покрасить стены, вывести пожилого человека на улицу и погулять вместе с ним или позаниматься с детьми. При этом важно сохранять искренний оптимизм, радость и улыбку. Всегда и везде оставаться человеком, проявляя заботу о других. Ведь от объединения людей зависит выживание всего человечества. Запомните, вы рождены ради высшей свободы, и у вас всегда есть право личного выбора. В ваших руках стать узником животного начала или слиться с сущностью своей души и творить свет для других. Быть человеком, жить во имя высших духовных целей, оказывать посильную помощь людям – вот настоящие ценности, которые можно обрести в данном мире и уйти с ними в вечность. Всему в этом мире есть начало и конец. Но только для тех, кто своими мыслями и делами обретает высшее, конец становится началом. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!